В этом выпуске налегке открываем осенний салон 2020. Беседуем с Янушем Вишневским на фестивале Бродмова и узнаем нескучные новости. Не переключайтесь! Мы приехали во дворец искусств на одну из самых ожидаемых культурных событий осени осенний салон 2020, который, несмотря на острую социальную и эпидемиологическую ситуацию, все-таки порадовал нас своим открытием. Напомним, что главной целью проекта является популяризация белорусского искусства, а также знакомство зрителей с новыми именами. Не переключайтесь и любуйтесь вместе с нами. Да, у нас в первую очередь оставалось опасение, что сложная эпидемиологическая ситуация сможет как-то повлиять. Но мы надеемся, и вот мы сегодня обращались к нашим гостям с просьбой все-таки быть в масках. К сожалению, я вижу, что где-то приблизительно четверть людей пришло в масках, но вот мы надеемся, что все-таки в дальнейшем зрители будут приходить в масках. На самом деле, в этом году мы решили по-другому построить экспозицию. То есть в предыдущие годы мы старались смешать вместе актуальное искусство, новые формы, классические. Нам поступали предложения, что все-таки как-то более систематизировать это. И вот в этом году зрители могут увидеть разделение по видам и зонам изобразительного искусства. Здесь представлены 210 авторов из более чем 600 заявок. И все это белорусские авторы от 18 до 40 лет. У нас есть только один автор, который старше. Четверть наших участников – это новые имена. Для некоторых это вообще первые участники в крупной выставке, поэтому уже сам этот факт – это особенность. Я для себя тоже открыл несколько новых имен. Безусловно, есть уже авторы, которые пользуются коммерческим успехом. Есть те, кого я могу предположить, будут хотеть заполучить в своей коллекции не только белорусские музеи, но, мне кажется, и любые музеи мира. Поэтому критерии очень простые. Я могу сказать за себя, как их члена отборочной комиссии, за других мне сложно говорить. Это оригинальность. Если я смотрю на работу, но у меня не вызывает чувство вторичности, я начинаю внимательно рассматривать. Мне не принципиально, какой стилистикой она выполнена, если у человека профессиональное образование или нет. Я смотрю на работу. Если она вызывает интерес, я ее буду поддерживать. Маша, добрый день. Добрый вечер уже. Расскажите, пожалуйста, это ваш дебют. Впервые участвуйте в осянем салоне, да? Можете рассказать предысторию небольшую? Как вообще решились? Почему? Зачем? Ждали ли? Ну, на самом деле, подавалась пару раз предыдущих, но по каким-то причинам не проходила на эту выставку. И сейчас не подавалась уже. Меня пригласили. А, то есть дождались того момента, да? Да. Да, потому что уже должна была с этой картиной участвовать в парижском осеннем салоне, но из-за ковида как бы не получилось. И пригласили, потому что я работаю, ну, сотрудничаю здесь с магазином, продаю картины. Но я, на самом деле, очень рада, что у нас в Беларуси, в Минске проходит, и сейчас в нынешних обстоятельствах проходит осенний салон. Это прям событие, потому что многим художникам будет возможность высказаться. Это очень здорово, потому что таких крупных мероприятий в Беларуси больше нет. Ну, еще Арт Минск тот же, но это немного другой формат, потому что салон, как бы осенний салон, он имеет корни из парижских салонов, которые уже столетней давности. И очень хорошо, что мы поддерживаем эту культуру и развиваемся, развиваем Беларусь. Это важно как для художника, вот эта коммерческая успешность и коммерческая составляющая, в принципе, таких... Если художник ориентирован на коммерческую продажу, если он пишет именно коммерческая живопись, конечно, это для него важно. Если художник больше пишет для себя как самовыражение, но как я пытаюсь балансировать, чтобы и продать коммерчески потом эту живопись, но все-таки это было, скажем так, не то, что тенденция, какая в живописи он пишет по тенденции. Ну, вот я пытаюсь балансировать и продавать потом эти работы. Но, опять же, я могу сказать за тех художников, которые сейчас молчат, что они зреют. То есть есть более быстрые, в которых какой-то сразу мгновенный выход, а есть, которые зреют, собирают, анализируют, наблюдают. Сейчас не могут, но, возможно, они потом выстрелят. Наш кризис в любом случае будет точкой роста. Да, то есть в любой кризис его нужно, мне кажется, рассматривать только с точки зрения какого-то внутреннего переструктуризации и роста, потому что, ну, точно какой-то трансформации. Вот, я не могу сказать. Ну, можно искатиться в негатив, конечно, но лучше так мыслить, мне кажется. Это точно, да, его достаточно сейчас, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! В американском городе Уэрхэм, штат Массачусетс, местные жители стали активно названивать в полицию и жаловаться на появление акулы у берега. Одни люди испугались, другие решили, что это существо выглядит плохо и нуждается в помощи. По итогу оказалось, что это была рыба-луна, и с ней все в порядке. Она и правда огромная, на ее спине действительно есть плавник, напоминающий акулий. Плавает луна, в принципе, очень вальяжно и не представляет никакой опасности. Так она выглядит. Однако звонков было так много, что полицейские просто не справлялись с таким наплывом. В конце концов, Департамент природных ресурсов обратился к местным жителям с таким заявлением. «Мы знаем о рыбе в Броудкоув. Мы ее уже проверили. С ней все нормально. Она просто плавает. Она не страдает и не застряла. Рыба-луна прекрасна. Не завидуйте ей только потому, что сейчас погода не для купания. Пожалуйста, перестаньте звонить в полицию по этому поводу». Ученые из Калининградского центра нелинейной химии БФУ имени Канта заявили о том, что создали первый в мире нейрохимический компьютер. Это устройство работает по принципам нейросети, образованной в человеческом мозге. Для тестирования компьютера ученые смоделировали специальную концепцию работы. Они утверждают, что поведение этой разработки напоминает живой организм, который будет понятнее и ближе человеку, чем прочие разработки в сфере искусственного интеллекта. Российский лоукостер «Победа» закупает для школы бортпроводников очень интересные приспособления, а именно тренажеры для улыбок. Об этом написали РИА Новости со ссылкой на представителей компании. Так выглядят эти вещи. Всего закупят 3000 тренажеров и обойдется это в 540 российских рублей. Это почти 18000 в пересчете на белорусские. Так об этом высказались представители «Победы». Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника – наш стандарт. Благодаря искусственному интеллекту ученым удалось разобраться в реве львов. Выяснилось, что у каждого животного он уникален. Именно поэтому львы легко друг друга опознают. Зоологи для этого исследования создали специальное устройство, которое прикрепили к GPS-ошейникам. Оно собирало информацию о звуках, которые издают львы. После этого данные сопоставили с разными особями и загрузили в алгоритм, который соотнес рев с конкретным животным. По итогу нейросеть установила уникальность каждого звука и его последовательности. Жительница Канады во время путешествия по Италии украла несколько артефактов из Помпей. Это было 15 лет назад. Недавно она вернула все украденное и добавила, что все вещи прокляты. Это были фрагменты мозаики, амфоры и керамика. Девушка представилась как Николь. Она сказала, что после случая с воровством в ее жизни настала черная полоса. По ее словам, этим жестом она просит прощения у Бога. Всем привет! Субтитры делал DimaTorzok Продмога – это фестиваль интеллектуальной книги, который имеет на мете объединение всех книжников, которые занимаются книгой, выдают, читают и для которых книга – это иллюстраторы, коллекционеры. И в том числе люди, которые максимум амараць позбавятся от книг, например, аматы электронных книжек. Все, что касается книжки, вся галактика в Утенбергах – это все наши люди. Кат пачатку Продмога бачила себе и як книжный кирмаш. Пера вагу мы отдаем беларуским выдавествам, аля то, что вы бачите сегодня, это до наступства ковида, бода нас не доехали российские выдавествы и украинские выдавествы. Аля, калей, что тысяч из беларуских выдавеств тут амальнема обмежеванню по уделу, то замежника мы все-таки акцент робим на интеллектуальную книгу. Гэта основный критерий отбора. Еще один вельми мощный складник, за кем амаль никто не працует, это именно интеллектуальная книга, философская, культурологичная, политологичная. И не только книга, а и дискуссии по темах, а и темы, так само привязанные до певных выданий. Гэта вельми важный для нас момент, чем мы адрозняваемся, например, над конференцией, что дискуссии заусёды связанные с книгами. У вас забрали ручку. Можете мне подписать? Я уже подготовилась. У вас забрали ручку? Да. Спасибо. И интервью, да, небольшой? Отойдите мне. Да. Да. Я на самом деле мечтала с вами познакомиться. Я просто помню, когда я прочитала первую вашу книгу, первую, дебютную, как раз, «Одиночную сетью», да, в 2003 году, как раз переживая несчастную любовь. Да, и она мне очень сильно помогла. И сегодня, когда я готовилась к интервью, прочитала… А где вы прочитали? В Беларуси или… Нет, я здесь. Прочитала в Беларуси, да, да. Но несчастная любовь у меня была ни в Беларуси не случилась, да. Но это было в 2003 году, а продолжилась она как раз таки в этом году. И сегодня, когда я готовилась к интервью, я прочитала вашу историю любви о том, что вас 8 лет ждала любимая женщина. Я подумала, что это так все символично. Сегодня вы сказали о том, что почему-то именно славянские читатели любят задавать вам очень личные вопросы. Не посчитайте это личным вопросом, но тем не менее. Можете рассказать эту историю, почему вы вернулись в Польшу? Ну, это женщина, которую она меня ждала там в Польше 8 лет. Женщина не должна ждать 8 лет на мужчину. Вот. Надо это повторить, и чтобы каждый мужчина это ждал. Потому что это не только с этого повода, потому что я думаю, что поляки всегда хочу вернуть. Я жил очень много лет в эмиграции в Германии, но уже в начале этой эмиграции я знал, что будет такое время, когда я вернусь. Мои дочери уже взрослые. Я знал, что папа им не так нужен, как раньше. У них уже молодые люди, парни, у одной уже муж. Я решил этот момент. Теперь хватит. Хочу иметь для себя больше времени. Не жить две жизни в 24 часа. Ученого и писателя делать почти все время, только какие-то быть проекты. Литература – это по-другому, другой проект. Но это тоже берет время. На личной жизни времени не было. И решил вернуть в Польшу. Почему вы решили написать продолжение? Потому что в 2003 году, как сегодня мы поняли, это было из-за коммерческого успеха первой книги. Вам все-таки предложили написать продолжение, но вы отказались от этой идеи. Уже два года после издания, потому что неожиданно для меня, абсолютно неожиданно для меня и для многих людей, для многих близких к мне людей было невероятно, что какой-то абсолютно незнакомый человек, ученый, химик, информатик с Германии, живущий в Германии, написал книгу о любви, и она стала популярной, культовой. Почти 20 лет после, как я начал писать первую часть, я вернул один раз в Польшу. Еще жил в Петербурге, в Германии. И моя женщина принесла книгу «Одиночество в сети», потому что ее подружка, она учительница польского языка в лицее в Гданьске, чтобы я подписал для ей подружки эту книгу. Начал ее первый раз в жизни читать. Читал до утра, всю ночь, и заметил, что главный герой на ней был сын после любовного романа, который происходил в Париже. Сюжеты этой книги происходят в 97-м, сын родился в 96-м, сын родился в 97-м. И потом я посчитал и подумал, сыну 20 лет, почему не написать роман от имени сына, чтобы было другое поколение. И в эту ночь утром решил написать продолжение. И была премьера в Польше. Одну неделю перед польским премьером была украинская премьера этой книги. Они, конечно, украинцы хотели издать поляка перед поляками, и написали об этом на четвертой обложке. И потом я встретил издателя Белоруссии, как я был летом 2019-го, я думаю, Пана Янушкевича, издатель белорусский. И он мне предложил, что он будет готов издать эту книгу на белорусском. И я просто был счастлив. Я хотел иметь книгу на белорусском. Я знал, что люди в Белоруссии читают мои книги на русском. И я хотел иметь на вашем народном языке. Вы, кстати, сказали на встрече о том, что не читаете белорусских авторов, но я знаю, что у вас была интересная история со Светланой Алексеевичем, да? Да, это правда. Я знал, что она с Белоруссией, но я знал, что ей книги не были переведены с белорусского на русский, но с русским. И в этом мире я все украинские писатели и русские писатели, белорусские писатели, включу в это пространство русскоязычных писателей. И в этом смысле я ответил неправду. Да, я прочитал все книги Алексеевича. И у меня была невероятная честь ее встретить, потому что год тому назад мы пригласили на свой интеллект, до своего интеллектуального клуба, клуба, который он организировал. И там была встреча со мной, организирована от Светланы Алексеевича. И у меня была невероятная честь тоже пить с нее чай в ее квартире, которая теперь очень славная и популярная в западном мире. Все амбассадоры там были. Я знаю, и я был в этой квартире, и я видел ее книги. Красивая, чувствительная, интеллигентная женщина, любившая эту страну. Невероятно. С нее говорил тоже Белоруссия. В это время, перед тем, что происходит теперь в Белоруссии, а Белоруссия, она абсолютная патриотка. Ну и женщина, которая... Помню, как мне сказал Януш, скажите мне, как написать книгу о любви? Потому что я хочу написать книгу о любви. Это было так смешно, если мне, но близко, спрашивает такие вопросы. Ну, если да, говорить, последний вопрос о том, что сейчас происходит в Белоруссии. Вот вы сказали потрясающую фразу. На самом деле, меня всегда восхищало это в поляках, о том, что у них есть вот этот самый воображаемый чемоданчик, который всегда вернет их домой. Мы сейчас, белорусы, только нащупали свою национальную гордость и этот патриотизм, в хорошем смысле этого слова, не пропагандистский. Да, я знаю, это было невероятно, потому что очень тихонько было в Белоруссии много лет. Не для меня, потому что я очень часто был в Белоруссии. Первый раз не пригласили здесь в 2013 году. Это было уже 4-5 раза в Белоруссии. И не только в Минске, но и в Бресте, и в других городах Белоруссии. Но теперь я просто… мне было интересно, что происходило. Я теперь наблюдаю все, что происходило. Просто теперь включаю мой телевизор только, чтобы узнать, что происходит в Минске, что происходит в Армении. Именно от вас, как от автора книг про любовь. Скажите, пожалуйста, что нам поможет? Поможет ли белорусам любовь вот в этом пути к самим себе? Я бы хотел, чтобы она помогла, потому что в конце концов есть фронт людей, которые в какой-то борьбе. Но это плохо. Потому что я понимаю, что на обоих странах этой борьбы несчастливые люди. Я бы не хотел, чтобы люди тратили свою жизнь, свое здоровье на что-то такого, как политика. Это просто… это невероятно. Я знаю, знаю историю. Тысячи лет, когда война, всегда организировали политики, какие-то идеи. Но я думаю, что если они будут любить друг друга, они забудут об этом, что этот человек, по другой стране тоже человек, у которого есть и дочери, и мама, и папа, может это поможет найти какой-то компромисс, которого я ожидаю, чтобы было спокойно, чтобы ваша страна изменилась, но изменилась мирно. И такой солидарности, белорусской солидарности, я желаю себя, чтобы такая солидарность, как у нас была, тоже родилась в городах и в деревнях вашей семьи. Спасибо большое. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин